Новейший проект и самый совершенный. Двигательная установка позволяет танкеру разворачиваться на месте. А особая ледокольная конструкция носа и кормы обеспечивает высокую ледопроходимость. Для него не помеха и 18-метровые бды. В Сабетте Кристоф Демаржери готовится к первому рейсу с ямальским сжиженным газом. Старт к началу отгрузки даёт президент России Владимир Путин. Это сложный проект, безусловно. И вот в этом зале есть очень хорошие люди, специалисты хорошие, которые в начале пути мне говорили, не надо этого делать. Но вопрос, почему, первое, второе, третье, причин очень много, и все действительно серьёзные. Но те, кто начинали этот проект, рискнули. Причём это оказалось риск обоснованный, и добились результата. Первая очередь завода «Ямал-СПГ» уже запущена. Её проектная мощность – 5,5 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно. Президент сегодня посмотрел, как строятся вторая и третья очереди. После их ввода объёмы вырастут в три раза. Работают здесь круглосуточно, в несколько смен. Зашёл он и в центральную диспетчерскую. Работа очень ответственная. Но один из первых вопросов президенту – о северной романтике. Северное сияние по дороге не подсвечено. Сияние не видел. Видел только сияние вашего завода. Вот это новое, новое, настоящее такое высокотехнологичное северное сияние. Как живой масштаб такой. Здорово. Такого ещё у нас в России не было. В мире не было. Как вы считаете, мы сделали то, что вы выявили с первой? Сделали, конечно. Ну как? Всё, отгрузка первая сегодня. Путин предлагает поговорить о ближайших перспективах. У вас четвёртая линия планируется, но уже на чисто российской технологии. На 30% дешевле получается. Это самый, наверное, сейчас крупный шаг в освоении Арктики. А Арктика – это, вот как Ломоносов в своё время говорил, Россия и Сибирь будут прирастать. Так, теперь мы смело можем сказать, что Россия в следующем, в этом столетии, в следующем будет прирастать Арктикой. Но есть одна проблема, поделились строители. Не хватает кадров. К сожалению, на рынке очень сложно сегодня, действительно, подобрать кадры. Ну, подобрали же вот здесь. Послушайте, у нас тут раньше не было такой компетенции. Это, по сути, первые шаги. И куда было готовить таких специалистов? В никуда, если нет таких проектов. Сейчас они появляются. И знаете, что очень важно? Важно, чтобы у вас получилось. А у вас уже получилось. Это же очевидно. Люди думают, что очень тяжело попасть в нашу сферу. А мы как раз-таки со скрытыми дверями готовы принимать молодёжь. Зарплаты побольше, думают, что сюда не попасть нужно. Обязательно поблат. У вас средняя зарплата какая? Есть рабочие, есть высококвалифицированные инженеры. Ну, где-то получается, в среднем, где-то 120-150 тысяч получают. А потолок? Потолок очень большой. Ну, я про Михельсона не спрашиваю. Ну, бывает и по 400, да. А потом уже больше спрашивали самого президента. Вопросы самые разные. Олимпийские игры скоро. Болеем, переживаем за наших спортсменов. А вы за какой вид спорта болеете? Горные лыжи и хоккей. Как бы, что, наверное, к хоккейу ближе. Ну, конечно. Научился несколько лет назад только на коньках стоять. Я же не умел совсем. В разные стороны. Поддержит? Как бы ты разъезжаешь? Сессию небольшой любительских тут игр на арктическом льду. Поддержит. Здесь, с вами? Минус 25? Вы тоже здесь привыкли. А пост соблюдаете? Рождественский. Пусть. Вы знаете, воины и те, кто в дороге, могут... А я почти всегда у дороги. И все-таки верховный главнокомандующий. Поэтому не всегда получается так мягенько. У меня вот супруга спрашивает, что Владимир Владимирович летает много, все время в хорошей форме. Может, совет какой дадите? Вы знаете, всего... Все можно. Только в меру. Любите почитать в пути, может быть, что-то порекомендуете нам, как это совет дадите? Я хватит, я вам дам, потому что я читал сегодня в пути. Я думаю, вы через две минуты заснете. Меня тоже, как начинают читать, все время клонят коснуться. Но надо читать. Вот сейчас я читал справки еще раз. Хотя я все знаю вроде, я все равно читал. Историческую любительство. Историческую любительство. Может быть, у вас есть кредо какой-нибудь? В работе вам что-то помогает, может быть... А вы знаете, в жизни работа помогает. Вот если человек нацелен на достижение результата для себя самого, для дела, которому ты себя посвятил, вот это всегда мотивирует. Вот вы в известной степени себя нашли. И вот к этому каждый должен стремиться. Найти себя. Уже на совещании с участием министров президент говорит о важности этого успеха. По словам Путина, строительство такого крупного завода в высоких широтах – это настоящий мегапроект, от которого выиграла вся Россия, но прежде всего сам Ямал. Только тут, в Сабете, сформировано порядка 32 тысяч новых рабочих мест. Создана новая портовая инфраструктура, авиационная, железнодорожная инфраструктура, жилье, социальные объекты. Иными словами ведется не хищническая, бездумная добыча ресурсов, а идет комплексное развитие территории с реализацией целого ряда, в том числе, экологических программ. Леонид Михельсон, глава компании «Новотек», основного акционера проекта, делится дальнейшими планами освоения Ямала. Была рассмотрена как раз вся составляющая движения по Северному морскому пути. Мы, наверное, в ближайшее время примем инвестиционное решение о строительстве перевалки на Камчатке, на Вавачинской бухте, что удешевит нам транспортировку самый дорогой сегмент. Большую роль сыграл Китай. Сразу две крупнейшие компании из Поднебесной стали акционерами этого проекта. CNPC и фонд «Шелкового пути». Представитель китайской делегации подошел к Путину, чтобы поздравить. Российский президент предложил расширять сотрудничество. «Шелковый путь дотянулся до самого северного пути». «Объединиваем северно-морским путем, и будет все, что на северно-морской путь сделаем шелковым». До заснеженного Ямала добралась даже делегация из Саудовской Аравии, с которой нас все больше связывают партнерские отношения. «Мы работаем в области нефти, но нефть и газ тесно взаимосвязаны. Мы надеемся, что Российская Федерация и Саудовская Аравия будут работать вместе. Наши компании будут работать сообща». «Пойдите наш газ, сэкономите нефть». «Поэтому я здесь». «Нефть и сэкономить». «Нефть и сэкономить». «Айс» уже установил несколько серьезных рекордов. Например, смог пройти по северному морскому пути от Атлантики до Тихого океана всего за 6,5 суток. «Деморжери» вообще способен ходить по ледовитому океану круглогодично. И это тоже настоящий прорыв, который оказался под силу только российским морякам. Игорь Негода.